Чтобы новости знать, как же? А вы сами смотрите новости местные? Смотрю. А наша работа – информационные передачи создавать. Ежедневно мы выходим в эфир в 19.00, и каждый наш зритель видит результат, который готовит команда ЮВТ-24. Дефицита тем у нас не бывает, но мы стараемся выбирать те, что будут по-настоящему интересны жителям Юго-Востока. Детский писатель Лилия Фархудинова – зритель нашего канала. Также она неоднократно была героиней наших сюжетов. От ЮВТ-24 у меня очень положительные эмоции только. Там работают самые лучшие тележурналисты, самые лучшие операторы телевидения. Лилия Фархудинова смотрит выпуски новостей Юго-Востока уже давно и высоко оценивает наши работы. У вас сюжеты очень интересные, красивые. Вы умеете донести информацию кратко, емко. Емко доносить информацию бывает особенно важно в так называемых проблемных сюжетах. Их чаще мы снимаем, когда в нашу редакцию обращаются зрители с просьбой осветить ту или иную проблему. Но среди любимых сюжетов альметьевцев есть и такие, когда информационный повод нашел нас сам. Как автобуса у нас мало стало, как люди живут. Встречая корреспондента и оператора на улице, альметьевцы могут не догадываться, что это далеко не вся команда ЮВТ-24. За кадром всегда монтажеры, редакторы, специалисты соцсетей и сайта. Их задача – при необходимости написанный сюжет отредактировать, смонтировать и разместить в пабликах телеканала. Сотрудники нашей редакции работают порой до часу ночи, чтобы на следующий день зрители снова увидели свою любимую программу. Как живет и какие люди работают на нашем канале, вы сможете посмотреть в снятом ко дню телевидения фильме. Он доступен на нашем ютуб-канале и сайте. Елена Бауров, Антон Николаев, Новости Ого-Востока.